Всем привет! Вы на канале Паутинка Книд. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео хочу поговорить на такую важнейшую тему как ВТО и покажу как провожу ее я. ВТО это влажная тепловая обработка. Сюда входит не только стирка, как многие ошибочно полагают, но также и обработка горячим паром, так как часто одной только стирки недостаточно для идеального полотна. Особенно это касается плечевых изделий. Только шапки и то не все могут обойтись без обработки горячим паром. Обработка горячим паром это завершающий этап приведения изделия великолепный вид. При стирке полотно распрямляется, пряжа раскрывается, убираются все неровности и заломы, которые возникли в процессе вязания. Обработка паром как бы шлифует изделие. После ВТО вещь как правило уже не меняет форму, если конечно вы не будете специально ее растягивать. После того как мы сняли изделие со спиц или с крючка, мы обязательно его стираем. Этот этап пропускать нельзя. Лично я всегда делаю так. Законченное изделие стираю, а потом еще провожу ВТО. То есть обрабатываю изделие горячим паром. Для этих целей не обязательно иметь отпариватель. Я пользуюсь обычным утюгом. Только ни в коем случае не прикасайтесь подошвой утюга к изделию. Нужно ВТО проводить на небольшом расстоянии. На примере этого кардигана я покажу, как я провожу ВТО и покажу, как выглядит изделие на разных этапах. Сначала в теплой воде растворяем моющие средства. Используем специальное средство для стирки шерсти и деликатных тканей, либо обычный шампунь для мытья волос. Ждем, когда средство полностью растворится и затем опускаем в эту воду изделие. Оставляем изделие в воде полежать 10-15 минут. Стираем изделие слегка сжимающими движениями. Ни в коем случае не растирайте и не вытягивайте изделие. Можно оставить изделие полежать в воде еще минут на пять. Затем спускаем мыльную воду и набираем чистую. Набирайте побольше воды и меняйте ее несколько раз, до полного выполаскивания мыльной воды. Затем мы полностью спускаем в воду и оставляем изделие полежать, чтобы вода полностью стекла. Затем окрай ванны мы слегка отжимаем изделие руками. Ни в коем случае не выкручиваем, иначе оно растянется. Затем я помещаю изделие в стиральную машину. Ставлю на отжим на минимальное количество оборотов. У меня это 400. Изделие поплотнее, например, из хлопка, полухлопка, из норки я ставлю на среднее количество оборотов, на 800. Достаю изделие из машинки, оно практически сухое. Сушу всегда на сушилке для одежды, в горизонтальном положении. Сейчас вы видите, как выглядит кардиган после стирки. Его вид стал немного лучше по сравнению с тем, когда мы только сняли его со спицы. Теперь я раскладываю изделие на гладильной доске и хорошенько обрабатываю его паром. Обрабатываю все изделие, используя обычный утюг и паровой удар. Примерно на расстоянии 10-15 см. Ни в коем случае не прикасайтесь подошвой утюга к изделию. Также мы хорошо обрабатываем все швы и неровности. На этапе отпаривания мы придаем изделию форму, которая нам нужна. Если изделие подсело при стирке или мы связали недостаточной длины ширины, например, то именно сейчас мы можем немного растянуть изделий. Именно немного, без фанатизма. А теперь посмотрите, как выглядит полотно после обработки горячим паром. Оно стало идеально ровное. Такая вещь уже очень отличается от той, что была у нас изначально. Согласитесь, что весь этот процесс достаточно простой и проделав один раз все эти несложные манипуляции, вы увидите очевидную разницу и больше не захотите по-другому. Поэтому я советую обязательно попробовать проделать все этапы, которые я показываю в видео и написать свой отзыв в комментариях, что у вас получилось, получилось ли, какие плюсы и минусы вы находите в этом. И также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Всем приятного вязания и красивых изделий.